Привет, привет, привет. Здравствуйте, друзья. Как всегда, без лишних слов, интересная идея и отличное видео. Не буду тянуть кота за подшипники. Начинаем. Конструкция подкупает своей простотой и в то же время феноменальной работоспособностью, ну и конечно полезностью. Даже странно, что я не видел до этого в интернете в таком исполнении. Все делается буквально за копейки. Дешевле просто даже не придумать. Друзья, не буду отвлекать вас от происходящего на экране. Приятного просмотра и скоро услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот и снова я. Как и сказал ранее, конструкция очень простая. Два отрезка трубы 15 и 20 мм. По размеру одна труба входит в другую. На конце малой трубы приварил удлиненную гайку. Она же муфта на М10. Обычная шпилька по длине такая же, как и трубы. По ней и будет двигаться шток. Своеобразный каркас для двигателя я сделал из металла пятерки. Люблю, когда все надежно. Иногда даже перебарщиваю с этим. Вы наверное заметили, у меня новая сварка. Да, да, да. Это та самая нашумевшая, так называемая холодная сварка. Многие еще не видели этот вид новой сварки. Она очень классная. А многие до сих пор не верят, что такая вообще существует. Ребята, существует. Вот она. Чтобы не удлинять это видео, я уже делаю отдельное видео по этой холодной сварке. Оно будет опубликовано буквально через пару-тройку дней на втором моем канале. Ссылка в прикрепленном верхнем комментарии и в описании под этим видео. Так что не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить и увидеть первым классное видео. Итак, все отлично получилось. Многие уже догадались. Это управляемое исполнительное устройство, линейный актуатор. Актуатор позволяет осуществлять линейное перемещение. В конструкции актуатора предусмотрено преобразование одного типа движения в другое. В данном, вращение электродвигателя в поступательное при помощи червячного редуктора и передачи гайка-винт. Где они используются? Да почти везде. Электроприводы распашных ворот, шлагбаумов и дверей. В подъемных и движущихся устройствах. Привода наклонных поверхностей медицинских кроватей, например. Привода домкратов, транспортировочных площадок. Привода инструмента сельхозтехники и строительной техники. Привода различных исполнительных устройств и даже привода экзоскелетов. Да хоть привод двери багажника или тещины теплицы. И много где еще. Скорость движения у моего актуатора не очень большая. И ее легко посчитать. Шаг резьбы шпильки 1 мм. Если скорость вращения двигателя 30 оборотов в минуту, то движение штока привода на втягивание или выдвижение равна 3 см в минуту. Этот актуатор часть будущего проекта. И если все получится, вы обязательно его увидите. Немного промахнулся с нужной мне длиной. Решил его немного укоротить. Заодно покажу как работает в разрезе. Подобрав обороты двигателя и немного увеличив размеры под себя, многим пригодится как электропривод ворот. Ребята, вы знаете что делать. Если зашло, лайкос, подписка, колокольчик. И не забывайте про мой второй канал, на котором совсем скоро будет следующее интересное видео. Там кстати уже есть на что посмотреть, а скоро будет и еще больше. Все полезные ссылки, как всегда, оставлю в описании под видео. Испытал его на улице. К балке на улице зацепил привод ремнем через карабины и подвешивал садовые бочки с водой. Сначала на 25 литров, а потом и на все 50. Все запитывалось от старенького уставшего автоаккумулятора. Потребление движка приблизительно 20 ватт, но очень мало. Как многие узнали, это двигатель редуктора от стеклоочистителя автомобиля. Как показали испытания, привод водоеб целых 500 ньютон, даже не напрягаясь. Думаю и больше бы он смог, но закончились бочки. Для моих целей уже с лихвой и этого хватает. Друзья, здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо огромное, что смотрели это видео, за ваши оценки и комменты. До встречи, друзья. До встречи, друзья.